Здравствуйте! Это программа Прямой Эфир. С вами Ирина Кузина. В Тверской области к паводку и пожарам начали готовиться заранее. Необходимо своевременно провести профилактические мероприятия и обеспечить незамедлительное реагирование в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. О том, как справляются на местах муниципалитеты, расскажет Александр Пухов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области. Александр Юрьевич, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. Здравствуйте! Здравствуйте! В Твери отработали практические действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при половоде. Расскажите, сколько было задействовано техники, сил и дайте оценку совместным действиям всех служб. У нас, прежде всего, прошел смотр готовности всей территориальной подсистемы. Мы проверяли муниципалитеты и в день, когда у нас отрабатывались практические мероприятия, мы проводили смотр готовности непосредственно города Твери и Калининского района. Всего было задействовано порядка 70 единиц техники и более 150 человек, которые в последующем приняли участие в отработке практических действий. Ну, какая оценка здесь дана? Это у нас не первые тренировки. Мы готовимся и готовимся заранее начинаем. Оценка на хорошо. Конечно, есть и замечания. То есть мы так же, как и пытаемся применять новые методы, мы их отрабатываем. Не все всегда получается, но мы идем вперед. Александр Юрьевич, на особом контроле правительства Тверской области муниципалитеты, где высокие риски потопления? Назовите эти территории. Знают ли жители, как себя нужно вести в случае чрезвычайных ситуаций и когда ожидается пик паводка? Ну, у нас это традиционно 10 районов. Это Западнодвинский, Жарковский, Андреапольский, Нелидовский район, Максотехинский, Пена, Сташков, Кимры тоже мы уделяем внимание. Ну и Калининский район тоже есть объекты, которые возможны к потоплению. В этом году мы не ожидаем больших уровней воды. Надеемся, и мониторинг подтверждает наши ожидания, что уровни вряд ли превысят среднемноголетние значения. Накануне заседание состоялось в правительстве Тверской области, где главной темой стало прохождение пожароопасного периода в 2019 году. Опыт прошлых лет показывает, что не все муниципалитеты достаточно готовы. И учтены ли все замечания в 2019 году? Так же, как к паводку, мы начали готовиться к пожароопасному периоду в прошлом году. То есть и опыт прошлых лет, и особенно это 2014 год, когда были массовые пожары на территории Тверской области отмеченные, мы начинаем готовиться именно с осени. Когда уже после завершения уборки была привлечена техника, проводилась опашка населенных пунктов, в этом году мероприятия и задачи уже поставлены, мероприятия уже проводятся. Объем работ большой, не все может быть удастся сделать сразу, но задачи все поставлены, и мы надеемся, что именно к пику, когда уже подсохнет земля, когда трава уже будет иметь такую высокую степень горючести, мы уже приготовимся и приготовим все территории. План предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций уже утвержден. Губернатор Игорь Рудене поручил расширить охват наблюдения территории. Какие новые методы используете? Я знаю, что в этом году МЧС будет плотно сотрудничать с энергетиками. Поясните. В этом году, как никогда, у нас уже применяются методы космического мониторинга, то есть мы в режиме онлайн получаем информацию о термоточках, то есть это нам позволяет практически незамедлительно реагировать на очаги возгорания, то есть и приезжать, когда они еще не достигают больших размеров. И действительно, вы правильно сказали, мы в этом году к нам при формировании группировки на пожароопасный период, мы включили спасательный отряд, можно так сказать, ПАО МРСК Твериэнерго. Это новое подразделение, оно сейчас проходит аттестацию у нас, оно будет составлять в количестве 25 техники и 52 уже полноценных спасателя. Мы их также планируем привлекать для мониторинга. Конечно, они в первую очередь выполняют свои функции, связанные с энергетикой, но при выполнении своих непосредственных задач они также нам помогают и мониторить ситуацию, ну и применять все свое оборудование для ликвидации очагов возгорания. Сколько закуплено единиц техники в этом году и как исполняется задача по расширению системы видеонаблюдения территорий? Я знаю, что по линии Минлеса техника закупается, будет закуплено 17 единиц техники, это и лесопожарные автомобили, патрульные автомобили, трактора закупаются с плугами для организации и проведения минерализованных полос. По УМРСК при формировании этого отряда также закупала новую технику, там порядка 20 единиц техники тоже будет закуплено. Продолжает работать система лесохранитель, это видеокамеры, тоже Минлес помогает нам отслеживать. С их помощью, кстати, и в прошлом году, и в прошлые годы было обнаружено несколько очагов возгорания, что нам помогло своевременно среагировать и не допустить распространения на населенные пункты. Работа в этом плане продолжается, я думаю, что и в этом году тоже будут еще наращены все усилия. Губернатор подчеркнул важность профилактической работы с жителями территории. Расскажите, как будет налажена работа по созданию добровольных пожарных команд в садоводческих товариществах? – Хотелось бы начать с того, что безопасность, она не бывает индивидуальной. Нельзя убраться на территории одного садоводческого или участка и быть спокойными. Это так как участки все расположены близко друг к другу, безопасность можно обеспечить только коллективно. – Совместными усилиями. – Совместными усилиями. Поэтому от жителей, от граждан, которые активно возделывают участки, очень многое зависит. Еще очень много количества брошенных участков, которые не возделываются, которые постепенно зарастают растительностью, травой и мелким кустарником. – Проведение профилактических мероприятий, таких как уборка территории, субботники, как мы их называем, те территории, которые общего пользования, они позволяют значительно увеличить или, так скажем так, обезопасить граждан. А та инициатива по созданию добровольных пожарных команд или добровольных пожарных дружин на территории садоводческих товариществ – это тоже серьезная мера, которая позволит гражданам более спокойно себя чувствовать в этот летний пожароопасный период. – Дайте в завершении программы рекомендации для жителей Тверской области, как нужно себя вести в случае чрезвычайных ситуаций во время паводка и когда начинается пожароопасный период. – Конечно, лучше не попадать в зону чрезвычайной ситуации, нужно вовремя слушать все сигналы оповещения, которые проходят по телевидению, по радио, вовремя покинуть место возможной чрезвычайной ситуации. Но если так уж получилось, что человек попал в зону чрезвычайной ситуации, то нужно с собой в первую очередь брать документы, вещи первой необходимости, конечно, не забывать оповещать соседей, детей, родственников всех и максимально быстро покинуть зону чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте. – Или, если в случае паводка, то это подняться на более высокое место и привлечь к себе внимание. Помощь обязательно придет, такие занятия по спасению людей тоже проводятся, как на территориях, так и все спасатели и пожарные подразделения тоже к этому готовы. Но в случае пожаров это то же самое, в принципе, это документы и максимально на далекое расстояние уйти от зоны возможного поражения, вот именно этих факторов. – И вовремя сообщить. – И вовремя сообщить, незамедлительно вызывать помощь по 112 по телефону или по другим. – А вот что касается ответственности за пал травы, расскажите об этом. – Вообще пал травы на территории запрещен, и как способ очистки от сорняков, от травы необходимо применять просто покос или уборку. А уже сжигать собранный мусор можно, допускается не ближе от хозяйственных построек и от жилых зданий и сооружений, не ближе, чем 50 метров. Для этого вырываются специальные ямы, оборудуются специальные печи для сжигания. Только вот таким образом можно обезопасить себя от возможных, как правило, возникающих пожаров. – Александр Юрьевич, но мы еще должны нашим телезрителям рассказать, когда ожидается пик паводка. – Повторюсь, что не ждем мы чего-то такого большого от воды. – Это середина апреля, да? – Ну, это первая декада апреля, может быть, вторая декада. После этого пойдут на спад. Но сейчас мы каждый день ситуацию мониторим и отмечаются как подъемы воды, так уже и иногда в отдельные дни отмечается и спад воды. То есть это процесс зависит от осадков. Мы наблюдаем, что последние дни осадков не было, поэтому вода на территории в некоторых районах убывает. – Не ждем чего-то такого чрезвычайного. – И расскажите о том, как взаимодействовать с правительством Тверской области. – Ситуация как по прохождению паводка, так и по подготовке к пожаропасмому периоду находится на контроле правительства. Мы этот контроль ощущаем. Мы докладываем ежедневно и прогноз, и ту ситуацию, которая складывается. Сейчас вот уже отмечается в некоторых районах, трава уже горит. Нельзя сказать, что массово, но в среднем сейчас мы до 10 вызовов на горение травы отрабатываем. Эту информацию постоянно докладываем. Губернатор Тверской области постоянно интересуется ситуацией. Но мы надеемся все-таки, что в этом году более спокойно пройдет и паводка опасный период, и пожароопасный. – Мы тоже надеемся на это. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию, ответили на все вопросы. – Пожалуйста. – Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова